События дня в настоящем времени в студии Вашингтоне. С вами я, Игорь Тихоненко. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Российские военные обвиняют сирийских повстанцев в применении отравляющих газов. В то же время эпицентр боев, город Алеппо, подвергается беспрерывным бомбовым ударам. Волна миграции из Украины. Страну покидают представители интеллектуальных профессий. И Покемон Гоу. Названа самой популярной игрой 2016 года. Ежедневно в нее играют 22 миллиона американцев. Обзор новостей. События дня начнут коллеги в Праге. Я приветствую Шахиду Якуб. Шахиду, пожалуйста. Спасибо, Игорь. Ферес Праги. Я Шахиду Якуб. Здравствуйте. Сирийские государственные СМИ утверждают, что повстанцы обстреляли позиции правительственных войск нарядами с газовой начинкой. Российские военные проинформировали об этом в США. Это заявление было сделано после того, как независимая сирийская мониторинговая группа сообщила о том, что на район Сирикаб, где был сбит российский вертолет Ми-8, были сброшены бомбы, начиненные отравляющим газом. 2 августа 2016 года в 19 часов 5 минут в восточной части города Алепа из района Суккари, контролируемой боевиками группировки Харакят-Нур-1 Аззинки, по жилому кварталу, расположенному рядом с площадью Сахат-Салдала, в районе Салах-1, были применены отравляющие вещества. В результате данного террористического акта погибло 7 человек и 23 с признаками удушья и ожогов дыхательных путей эвакуированы в госпитале города Алепа. По данным российских военных, за обстрелом стоят боевики одной из постанческих группировок. Независимого подтверждения информации, озвученной российскими военными, не поступало. Следует отметить, что химическое оружие, в том числе и хлор, применялось в Сирии неоднократно. Мы связались с сотрудником международной организации Human Rights Watch Ули Солвангом, который расследовал случай применения химического оружия в Сирии, и спросили, что известно относительно нападений на район Сирикаб. Human Rights Watch пока не удалось подтвердить информацию о том, что в районе Сирикаб было использовано химическое оружие. Однако у нас есть информация о предыдущих случаях его применения. Не далее, как зимой этого года, сирийская армия сбросила баррельные бомбы, содержащие хлор, на несколько районов около города Идли. Согласно международной конвенции, запрещающей применение химического оружия, применение хлора в военных целях запрещено. Среди оппозиционных группировок у нас есть информация, что ИГИЛ применял графичный газ против населения. Однако в случае с Сирикабом речь идет о бомбах, сброшенных с воздуха, а оппозиционные войска не имеют в своем распоряжении вертолетов. По последним сообщениям, сирийская армия, действуя при поддержке российской авиации, продвинулась на некоторых направлениях. Говорившие с нами жители Алеппы сообщили, что вчера весь день и ночь их бомбили с воздуха. Сирийская армия заявила, что держит открытыми семь так называемых гуманитарных коридоров, по которым мирное население покидает город. Однако информацию о существовании этих коридоров не подтверждают местные жители, независимые наблюдатели. ООН призвала Россию передать ей контроль над гуманитарными коридорами в Алеппо, однако эта просьба осталась безответной. Напомню, что в Алеппо до сих пор остается около 300 тысяч человек. ООН заявляет, что запасы продовольствия в городе закончатся к середине августа. Главная тема Рио-2016 – допинговые скандалы, а главный их герой – сборная Россия. Она таяла на глазах весь последний месяц. До последнего дня прилетевшие в столицу Бразилии спортсмены не знали, кому разрешат бороться за медали. Тему продолжит Дарья Соловьева. За пару дней до старта Олимпийских игр официально допущена была лишь прыгунь в длину Дарья Клешина. Судьбу остальных решали исполком МОК, спортивные федерации, Всемирное антидопинговое агентство, спортивный арбитражный суд. Последнее слово было за комиссией МОК, состоящей из трех человек. В итоге заявленная команда из 387 спортсменов значительно сдулась. Накануне большого открытия на официальном сайте Олимпиады опубликовали состав сборной России – 276 человек. Правда, и это ясности не добавило. Скорее наоборот. Например, в списке оказались борец Виктор Лебедев, которого на Олимпиаду не допустили, и канаист Андрей Крайтер, который еще должен пройти дополнительный отбор для участия в соревнованиях. При этом в состав команды почему-то не вошел яхтсмен Павел Сазыкин, ранее получивший разрешение на участие. Отсутствуют и допущенные пловцы Владимир Морозов и Никита Лобинцев. О том, в каком стрессовом состоянии находятся сейчас российские спортсмены, не стоит и говорить. Коллеги сборную России поддерживают. «Очевидно, что вся эта ситуация – это очень плохо для спорта. Россия является мировой спортивной державой, и вы знаете, слышать и читать о том, что происходило в последние пару месяцев с точки зрения спортсмена, неприятно. Это нехорошо ни для России, ни для международного спорта, ни для Олимпийских игр». Несмотря на всю непонятность ситуации, эксперты прогнозируют России четвертое место в медальном зачете. По их расчетам, сборная может рассчитывать на 58 медалей, 14 из которых – золотые. Больше всего шансов услышать победные российские гимны имеют спортсмены, выступающие в художественной и спортивной гимнастике, стрельбе, фехтовании, дзюдо, синхронном плавании, борьбе и боксе. В Украине эксперты отдают 13-ю строчку в общем медальном зачете, прогнозируя 21 медаль, из которых 6 будут золотыми. В Рио выступят 205 украинских спортсменов. Украинцы надеются на фехтование, греко-римскую борьбу, прыжки в высоту, эстафетный бег и пулевую стрельбу. Тем временем соревнования в рамках Олимпиады уже начались. Состоялся первый матч турнира по женскому футболу. Официальная церемония открытия пройдет 5 августа. Вместо депрессии и отчаяния – гантели и штанга. Такое будущее выбрали для себя бойцы вооруженных сил Украины, которые потеряли на войне руку или ногу. Переборов страх, ребята решились выйти на публику и доказать, что их тело полноценное, несмотря на протезы. Убедить в этом общество они решили, приняв участие в украинском аналоге американских игр-героев соревнования по кроссфиту. Подробнее Ольга Клиниченко. Первый раунд кроссфита. Всего их 4. Бойцы за определенное время должны как можно больше отжать тягу на тренажере. Далее отжимания, поднятие гири. И так по кругу. Среди участников Михаил – снайпер. Во время очередного боевого выхода его группа обстрелял танк. В тот день он потерял ногу. Ну, взрывы, я так стою, думаю, класс, все. Так ухо вытер, только кровь, ну, перепонку порвало. Думаю, пронесло, все. Так еще, так, очень, так, ну, с автомата стрельнул. Потом смотрю, а я костью стою уже в земле, именно. Такой, думаю, ну, расстроился очень. Но Михаилу повезло. Он остался жив, как и другие участники соревнования, которые в результате ранения потеряли конечности. Всего их 15. У каждого своя история. Но все они прошли через одно. Сильный стресс и непонимание, как жить дальше. Каждый человек должен переломать свою психику. Понять, что делать. Нужно не плакать, сидеть на кровати. А к чему-то стремиться, что-то делать, вставать и идти. Такие проекты также помогают справиться со страхом. Идея игр принадлежит киевлянину. Он подсмотрел ее у американцев, которые проводили подобные мероприятия для раненых во Вьетнамской войне. Спортивная реабилитация у нас, она ужасная. То есть для людей с инвалидностью, кто получил травмы, кто дальше хочет заниматься, никто с ними не проводит никакие там беседы, никто, психологи с ними не работают. Это большая проблема. Смысл соревнований, как говорят сами бойцы, не выигрыш, а демонстрация силы духа. И желание полноценно жить. Чего так не хватает бойцам, которые еще остаются в госпиталях. Ведь как они уверяют забыть, что у тебя протезы, конечно, тяжело, но научиться с ними нормально жить вполне реально. Делают слепок с ноги, да, с культи. Выливают его и как бы крепят стопу к нему, да. А здесь клапан. Воздух вышел именно. И он как вакуум держится. Это на коленях, ну, чтобы не слетал. Ну, просто так фиксируют, резинка такая, оп, и все, и погнал. На конуне соревнований все бойцы активно тренировались. Кто-то в спортзале, а кто-то в институте протезирования. Кстати, туда недавно взяли на работу одного из участников проекта. Специализацию разобуду по ходьбе, то есть показывать людям, как, ну, со спинальной травмой. Людям показывать, как практику ходьбы. Ну, так вот. Официально победитель один, но все участники проекта получили медали и денежные призы, которые пойдут им на дальнейшую реабилитацию. Пока участники бутвы останавливаются, организаторы уже готовятся провести следующее соревнование. Но теперь уже совместно с американцами и на международном уровне. Ольга Гонченко, Илья Никонов. Настоящее время Харьков. Мы продолжаем спортивную тему из Вашингтона. Национальная сборная США установила первый рекорд Олимпиады в Рио, еще даже не начав выступлений. Дело в том, что на этих играх в команду вошли 292 женщины. Это 53% от общего состава. Таким образом, американская команда заявила на соревнования «Самое большое число женщин за всю историю Олимпийских игр». О других любопытных фактах, касающихся американских олимпийцев, в материале Олеся Круглякова. Знакомьтесь, национальная сборная США. Состав – 554 атлета из 46 штатов, выступающих в 27 видах спорта и 40 дисциплинах. Самое большое число спортсменов – 124 представляет Калифорнию, 39 – Флориду и 33 – Техас. Средний возраст сборной – 27 лет. Самому юному спортсмену, игроку в настольный теннис Канаку Джа – 16 лет. Самому старшему – наезднику Филиппу Даттону – 52. Кстати, для него, как и для стрелков Кимберли Роуд и Эмиля Милева, эта Олимпиада уже шестая по счету. 364 американских спортсмена едут на Олимпиаду впервые, а 189 уже входили в сборную ранее. Среди бывалых – 66 олимпийских чемпионов и 106 медалистов. Наиболее титулованная из них – четырехкратная олимпийская чемпионка в беге на короткие дистанции Элисон Феликс и единственный в истории 18-кратный олимпийский чемпион – пловец Майкл Фелпс. Именно он понесет флаг Соединенных Штатов на церемонии открытия игр. Самым высоким американским олимпийцем является баскетболист Деандре Джордан, чей рост составляет 2 метра 10 сантиметров, а самой низкой – гимнастка Симона Байлс, ростом 1,44 метра. За американскую сборную выступают две полные тезки – это футболистка Карли Ллойд и волейболистка Карли Ллойд, а также шесть пар братьев и сестер, одна пара кузенов и одна пара, объявившая о помолвке. На фоне напряженного периода в отношениях с Россией, Вашингтон стремится развивать прагматичное сотрудничество с пятью бывшими советскими республиками Центральной Азии. Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана впервые собрались в Вашингтоне для встречи с госсекретарем Джоном Керри. Пять центрально-азиатских государств в этом году отметят 25-летие своей независимости. Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с ними по самым разным направлениям – от совместных бизнес-проектов до борьбы с изменением климата. Однако, как признался госсекретарь Джон Керри, США прежде всего стремятся усилить сотрудничество в сфере безопасности, чтобы не допустить превращения региона в центр вербовки боевиков для террористических организаций. Одна из программ, которую мы разворачиваем, – это налаживание диалога внутри глобального форума по контерроризму с тем, чтобы оказать помощь странам Центральной Азии в борьбе с радикализацией и снизить угрозу терроризма. В то же время Керри дал понять, что, говоря о важных совместных проектах, США не собирается оставлять без внимания проблемы в сфере прав человека, которые существуют в регионе. «Совместная работа не помешает нам поднимать вопросы в сфере, где у нас существует определенная обеспокоенность. Это, в частности, ответственность властей в вопросах основных прав человека, таких как свобода вероисповедания, высказывания и собраний». Эксперты, впрочем, скептически относятся к перспективе достижения прогресса в этой сфере. «Я думаю, что права человека – чувствительный вопрос для американской стороны, потому что Вашингтон хотел бы расширить отношения с регионом, однако в то же время помнит, что если оставит эту проблему без внимания, то будет подвергнут нарастающей критике со стороны правозащитных организаций здесь, в США». Лориуэль отмечает, что встреча Керри с лидерами Центральной Азии в Вашингтоне в той или иной мере – акт символический. Однако конкретных результатов ожидать не стоит. Представитель Госдепартамента Джошуа Бейкер не согласен с такой оценкой. «Это очень хороший знак для региона, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы именно в стабильности этого региона, что мы понимаем, что есть вызовы глобализации, которые сейчас каждый государственный должен исправлять. Но сейчас хотят, чтобы действительно там был прогресс в наших двусторонных отношениях, но тоже в оригинальных отношениях. Американские компании были включены именно в повестки дня, потому что они хотят инвестировать побольше. Я думаю, что мы будем видеть развитие во всех сферах. Не только в сотрудничестве, в борьбе против терроризма, но тоже в экономическом взаимодействии, тоже в изменении климата, экологии, окружающей среды. Все это важно. И тоже гражданское сообщество. Нет, я считаю, на самом деле саммит успешно прошел. И сама идея, очень хорошая идея для региона, и тоже для Европы и Азии. Отправленные в Тегеран самолетом 400 миллионов долларов наличными не были выкупом за освобождение пятерых американских граждан, заявили в администрации США. Цитата Соединенные Штаты при президенте Обаме никогда не платили выкуп для обеспечения в освобождении несправедливо задержанных в Иране американцев. И мы не будем платить выкупы в будущем, заявил пресс-секретарь президента Джош Эрнст на брифинге в Белом доме. Речь идет о 400 миллионах долларов, которыми Иран еще до Исламской революции 79-го года оплатил приобретению США большой партии оружия. Однако после революции монарх бежал. К власти пришли исламисты, а оружие так и не было доставлено в Иран. Все это время средства были заморожены из-за санкций. Стоит также отметить, что за этот период на долг были начислены проценты в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов. В ходе брифинга в среду пресс-секретарь Белого дома ответил и на вопросы о разразившемся недавно киберскандале, причастности к которому подозревают российских хакеров. Джош Эрнст вновь подчеркнул, что официальные результаты расследования ФБР по факту взлома сервера Национального комитета Демократической партии США пока не опубликованы. Однако, сославшись на слова директора национальной разведки США Джеймса Клэпера, Эрнст заявил, что поведение России в киберпространстве в последнее время объясняется ее готовностью к нанесению целевых ударов по критически важным системам инфраструктуры и шпионажу, несмотря на риск обнаружения и повышенное общественное внимание. И в продолжение темы американо-российских отношений. Россия предлагает США обменять Константина Ярошенко и Виктора Бута на американцев, находящихся в российских тюрьмах. Сначала газета «Известия» публиковала материал, в котором утверждалось, что Москва предлагала Вашингтона обменять Ярошенко, отбивающего тюремный срок за наркотрафик, на 13 граждан США, отбывающих тюремные сроки в России. Затем подобные намерения Москвы подтвердил и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Среди тех, кто мог бы быть освобожден в рамках такой схемы, Константин Ярошенко и Виктор Бут. Но детали нужно обсуждать по закрытым каналам, пояснил он. Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст на вопрос о возможности обмена, о котором говорила российская сторона, рекомендовал обращаться к Министерству юстиции США. За комментариями и подчеркнул, что не знает ни одного случая похищения россиян, к которому имела бы отношение администрация США. Россия переживает новую волну эмиграции. По данным американского аналитического агентства Stratford, в 2015 году из России уехало 350 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем 5 лет назад. Кто, почему и зачем покидает страну сегодня, выясняли наши корреспонденты. Наталья, филолог по образованию, более 10 лет работает в туристическом бизнесе. Признается, что мысли об эмиграции посещали их с мужем давно, как раз во время заграничных поездок. Но тогда это были лишь абстрактные мечты. Сегодня же Наташа всерьез собирается уехать из России. К этому подвели определенные события, когда у нас в Крыму появились зеленые человечки и техника без номеров. Для меня это было как озарение свыше, я поняла, что все. И тогда семья Клыниных занялась поиском страны для переезда. Выбор пал на Канаду, и начался длительный процесс подготовки. Не пугали ни огромный объем информации в интернете, ни языковые тесты, ни неизвестность. Наталья осознала, что в той новой стране, в которую превращается Россия, для нее и двоих ее детей перспектив нет. При этом она понимает, что в Канаде ее никто особенно не ждет. Не то, что я какие-то золотые горы хочу, сидеть на Велфере, не работать. Нет, 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 я хочу заниматься всем тем же, чем здесь, работать, спортом заниматься, отдыхать с семьей, но только быть поставленным в немножко другие условия. Два года назад Антон уехал в Израиль по программе репатриации. Сейчас он вернулся в Саратов навестить родственников. Даже на каникулах он не расстается со своим орудием труда. Антон известный в городе фотограф. Сам себя он называет экономическим мигрантом. После скачка доллара я понял, что я буду зарабатывать в два раза меньше, чем нужно. На технику приходится покупать в долларах все равно в итоге. И я подумал, это отличное время попробовать себя в новом месте. Путь Антона к эмиграции не такой долгий, как у Натальи. Да и российское законодательство предполагает возможность двойного гражданства с Израилем. Однако он также отмечает, что в последнее время среди знакомых возникает много желающих покинуть Россию навсегда. Есть настроение, конечно, мне кажется, в России такое достаточно грустное или бесперспективное. Истории Антона, Натальи, их друзей и знакомых по сути неутешительнее статистики, так как позволяют отчетливо увидеть портрет мигранта образца 2016 года. Это молодые люди с высшим образованием, работающие, часто семейные, с амбициями и планами на будущее. И это будущее они сегодня не связывают со страной, где родились и выросли. Те люди, которые имеют загранпаспорта и которые поездили хотя бы в Турцию и Египет и которые так или иначе имеют опыт столкновения хотя бы с вот такой, ну не знаю, обслуживающей реальностью all-inclusive, да, на уровне Турции или чего-то еще, понятно, что любой опыт сравнения, он в этом отношении позитивен, да, и он повышает степень готовности к тому, чтобы так или иначе прикидывать на себя другие режимы существования. Какими бы разными ни были мотивы этих молодых людей, о массовой эмиграции можно говорить как о факте. А когда страну начинают покидать граждане, которых принято назвать средним классом, налицо самая настоящая утечка мозгов. Ольга Яковлева, Настоящее время, Саратов. Не дождались перемен и уезжают. Украинцы, как и в 90-е, снова массово уезжают из своей страны. Только теперь из страны начали убегать представители интеллектуальных профессий. Соседняя с Украиной Польши в прошлом году выдала украинцам более 800 тысяч разрешений на работу. Еще 300 тысяч – Италия. Официальной статистики уехавших на ПМЖ в другие страны в Украине нет. Почему уезжают украинцы, выясняла Ульяна Кондрашова. 22-летний Сергей через полгода станет дипломированным системным администратором. За время учебы он выучил английский, успел повидать мир и нашел временную работу. Но своего будущего в Украине Сергей не видит. Собирается забрать диплом и уехать в США. Шансов проявить себя, развить, получать достойную заработную плату крайне сложно. В других странах это более просто сделать на самом деле. Плюс эти страны, они более развитые, к примеру, если сравнивать Италию, Штаты. То есть у них все сделано как-то для людей. Таких, как Сергей, говорят в Международном центре по трудоустройству, за последние два года стало больше на 20%. Украинцы в большей степени мужчины 30-40 лет. Бегут от войны. Их замучили безработицы, низкие зарплаты, постоянный рост цен и низкое качество жизни. Самый большой такой сейчас поток желающих трудоустроиться это Польша. Потому что Польша, она открыта для трудоустройства, очень легко выдает рабочие визы. На втором месте остается Канада, остается программа у нас, сейчас это Арабские Эмираты, есть программы Швеция, Дания по трудоустройству. Наиболее затребованными остаются строители, сварщики и фермеры. Но сегодня, два года после революции Майдана, с Украиной стали массово прощаться и представители интеллектуальных профессий. Сейчас это уже сотни тысяч. Конечно, даже выезд небольшого количества высадки интеллектуальных людей, для экономики, для Украины это тоже очень большой удар. И может быть даже более серьезный, чем выезд, скажем так, большой массы низкоквалифицированных лиц. Оценить реальные масштабы эмиграции украинцев, говорит Алексей Позняк, сегодня сложно. Последние исследования проводились четыре года назад. А с того времени ситуация в стране поменялась кардинально. С началом тех событий в Крыму и на Донбассе, которые произошли в 2014 году, в Украине состоялся некоторый всплеск внешней трудовой эмиграции. То есть мы оцениваем общий объем внешней трудовой эмиграции, где-то порядка 2,2-2,3 миллиона человек. Частные аналитические центры называют другую цифру 5-6 миллионов. И в ближайший год количество украинских мигрантов будет только расти. За одним из последних опросов украинской рекрутинговой компании 80% респондентов среднего и высшего звена готовы выехать с Украины. Ульяна Кондрашова, Андрей Майборода. Настоящее время. Киев. Этим летом исполняется 240 лет со дня провозглашения независимости США от британской короны. Мы уже показали вам две серии исторических репортажей нашего корреспондента Вадима Оленчева из колыбели американской революции города Бостона. Сегодня Вадим продолжает свое путешествие по одному из самых удивительных туристических маршрутов США – Тропе Свободы. И расскажет нам о битве при Банкер-Хилле, ошибке короля Йорга Третьего и, конечно же, непосредственном провозглашении независимости США. «Один, если сушей, два, если морем». Эту фразу знает каждый уроженец Бостона. Церковь Христа, известная больше как Старая Северная Церковь, старейшая из существующих ныне в городе храмов. Она была построена в 1723 году. Это редкий в истории пример того, как объект религиозного культа оказал услугу делу революции. Услугу настолько важную, что церковь обрела бессмертие благодаря поэме Лангфелло «Полуночная скачка Пола Ревира». Как англичане отправятся вглубь страны, по суше или по реке Чарльз, было неясно. Поэтому Пол Ревир договорился со своим товарищем Робертом Ньюманом, что вечером тот вывестит на высокой крыше церкви фонари. Один, если британский корпус отправится по суше, и два, если по воде. Через некоторое время, когда стемнело, Ньюман полез наверх с двумя фонарями. Пол Ревир в этот момент уже переправлялся через реку. Патриоты, окопавшиеся на другом берегу, в Чарльзтауне, увидели сигнал. Таким образом, они смогли предупредить действия красных мундиров, как называли английских солдат. С тех пор 60-метровый шпиль знаменитой церкви, самый высокий в Бостоне, дважды повреждался ураганами. Но бостонцы каждый раз заботливо восстанавливали свою гордость. Далее тропа свободы ведет нас в Чарльзтаун, тогда пригород Бостона. Один из его холмов называется Банкер-Хилл. 17 июня 1775 года здесь состоялось первое генеральное сражение между армией колонистов и регулярными британскими войсками. Повстанцы были плохо вооружены, уступали англичанам по численности и, по правде, проиграли сражение. Но для Лондона битва при Банкер-Хилле оказалась первой победой. Британцы потеряли убитыми и ранеными более тысячи солдат, почти в три раза больше, чем колонисты. Король Георг III был так разгневан этими потерями, что уволил своего главнокомандующего, генерала Гейджа, и отклонил поданную колониями чуть позднее петицию о мирном соглашении. Этим решением недальновидный британский монарх обрек себя на неизбежную потерю колоний в новом свете и открыл путь к возникновению будущей сверхдержавы Соединенных Штатов Америки. А уже примерно через год, 4 июля 1776, американские провинции подписали Декларацию независимости. На документе стоят подписи почти всех главных героев нашего рассказа – Сэма Адамса, Джона Хэнкока, Бенджамина Франклина. Через две недели, 18 июля, текст Декларации был официально зачитан с балкона тогдашнего бостонского Капитолия, который стоит в центре города по сей день. Сразу же после оглашения текста Декларации, символы королевской власти, скульптуры льва и единорога были сорваны со стен Капитолия и разбиты в дребезги. Их восстановили только в наши дни, в знак примирения и дружбы между двумя нациями. В наши дни могилы героев американской революции на кладбище Гранере, откуда мы начали свой путь, быть может, не бросаются в глаза. Лишь пройдя от начала до конца по тропе свободы, можно понять. То, что сделали два с половиной столетия назад Джон Хэнкок, Сэм Адамс, Пол Ривир и многие другие, во многом определило весь ход дальнейшей мировой истории. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев, Александр Берган. Специально для настоящего времени из Бостона, штат Массачусетс, США. Покемон Гоу названа самой популярной игрой 2016 года. Практически во всех городах США фанаты игры собираются на так называемые покемон-марши. На одном из них в Вашингтоне побывала Ануша Витясян. Все свое. Шон Отул перед тем, как прийти на Покемон-фестиваль, удостоверился, что внешне он похож на узнаваемый талисман франшизы Покемон, аниме Пикачу. Крашенные волосы, костюмы, реальные покестопы, игрушки. Лишь некоторые атрибуты этого фестиваля. Главное же не забыть телефон с полностью заряженным аккумулятором, чтобы хватило на целый день. Охотники за покемонами собрались здесь, у мемориала Джефферсона. Отсюда они вместе пойдут ловить покемонов. Точного маршрута нет, так как никто еще не знает, где именно прячутся эти карманные монстры. Разделившись на три команды «Инстинкта», «Мистики» и «Отваги», соответственно, желтую, синюю и красную, участники этого марша за покемонами ждали команды «Старт». Мы попытались воспользоваться затищем перед боем и разобраться, в чем разница между этими командами. И от всех услышали один и тот же ответ. Мы просто самые лучшие! Так что суть не в командах и даже не в количестве пойманных покемонов. Практически все мои друзья играют в «Покемон Гоу», поэтому лучший способ провести время с друзьями – тоже играть. Чтобы найти покемонов, нужно выйти за пределы своих домов и окунуться в реальный мир. И ходить приходится довольно много. Даже создано приложение «Покефит», с помощью которого игроки получили возможность видеть на экранах своих смартфонов, сколько калорий они сожгли в погоне за покемонами. Организаторы марша призвали участников следовать выделенному маршруту и не нарушать правила для всех игроков, согласованные с администрацией города. Мы живем в Вашингтоне. Здесь много памятников, музеев, военных мемориалов и кладбищ. Жители этого города уважают историю и берегут ее. Конечно же, мы не будем ловить покемонов, например, у мемориала ветеранов войны во Вьетнаме. Наблюдая за покемон маршем, мы убедились, что эта игра заинтересовала всех, вне зависимости от возраста, социального статуса и пола. Мы здесь остановились, потому что узнали, что здесь много покемонов. Да, конечно, я всегда с телефоном, но я в любой момент могу закрыть приложение игры и просто общаться с друзьями. Для нас эта игра стала поводом ходить в музей или просто прогуливаться по нашему красивому городу. Я учительница начальных классов. Но когда я еще смогу так оторваться, как не летом на подобных мероприятиях? Опытные игроки предупреждают, не стоит тратить сотни долларов на ненужные компоненты игры. И нужно не терять бдительность, чтобы не оказаться в незнакомом районе и стать жертвой нападения или грабежа. Поэтому подобные марши за карманными монстрами – один из лучших и безопасных способов игры. Ануши Витисян, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Президенту США Бараку Обаме сегодня исполняется 55. За два срока его президентства в Америке изменилось многое. Эксперты считают, что у историков в будущем будет много тем для обсуждения политического наследия 44-го президента США. Тем временем лучший подарок в день рождения Обаме преподнесли сами американцы. Согласно последним опросам общественного мнения, его популярность достигла рекордных для его второго срока 54%. Ну что же, это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Я Игорь Тихоненко и команда Настоящего Времени в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге. Прощаемся с вами до завтра. Шахида, всего доброго. И наша пражская команда прощается с вами. Я Шахида Икуб. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин